Звездного времени суток вам граждане! Буквально недавно нашим сообществом был проведен четвертый турнир по дагфайту под названием Starless Night или Беззвездная Ночь. Место проведения турнира это постоянная вселенная, а не арена, как вы могли подумать. Участники были разбиты на пары через рандомайзер, победитель определялся в каждом раунде одной победой. Правила турнира. Индивидуальные технические проблемы участника ведут к досрочному окончанию раунда и ему засчитывается поражение. Глобальные технические проблемы ведущие к досрочному окончанию раунда являются основанием для переигровки. Если участник в течение отведенного организаторами времени не явился на бой, ему засчитывается поражение. Столкновение с астероидом не является основанием для переигровки. Умышленная атака съемочной команды — дисквалификация. Плохие манеры, неуважение к сопернику, нездоровое спортивное поведение, дисквалификация. Технические проблемы с периферией или программным обеспечением не являются основанием для переигровки. К турниру были допущены следующие корабли. Drake Catalyst, Black, Blue, Red, Aegis Vanguard, Harbinger, Hoplite, Sentinel, Warden, RSA Constellation, Andromeda, Aquila, Phoenix, MISC Freelancer, включая DUR, MIS, MAX, Envil Valkyria, Esperia Prowler, Crusader Mercury Star Runner. Разрешено любой фит кораблей, ракеты и торпеды, в том числе MP. Запрещена умышленная пассивность в бою, глухая оборона и постоянное отступление для регенерации щитов. Ну и наконец же, как и в любом турнире, победители ожидали призы. За третье место приз в 1 миллион Альфа УЕК. За второе место приз в 2 миллиона Альфа УЕК. И за первое место приз в 5 миллионов Альфа УЕК. Плюс снайперская винтовка от Ацков Дэд Ай. Комментатором данного турнира выступил Уж. Итак, чем же закончился турнир и кто забрал призы? Предлагаем посмотреть вместе с нами. Всем приятного просмотра. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы приветствуем вас на Сталлс Найт Дог Файт турнире номер 4. Рады, что вы все присоединились к нам. Сегодня у нас будет очередной бой между участниками, которые изъявили свое желание потестировать, посмотреть, что из себя сейчас представляет игра и что из себя сейчас представляют бои. Итак, напоминаю, что у нас уже прошло успешно 3 турнира. Сегодня у нас будет турнир номер 4. Есть кое-какие интересные изменения. Сейчас я их, конечно же, озвучу. У нас, во-первых, участвуют теперь корабли второго сайза. Это, например, такие как Дрейки, Катласы, Блэйк Блю Ред, Вангарды, Харбингеры, Хоплайт и Сентанил Вардан, Консталляция, даже участвуют Андромеда, Аквила и Феникс. Все корабли серии Фрилансер, Валькирия, Проулер и даже Кусейдер МСР. Соответственно, при желании тоже может присоединиться к нашему бою. Правила у нас довольно простые. Индивидуальные технические проблемы участников ведут к их досрочному окончанию раундом и засчитывается поражение участнику, у которого возникли какие-то технические проблемы, с которыми он ранее не справился. Глобальные технические проблемы ведут также к досрочному окончанию раунда и являются уже основанием для переигровки. Если участник в течение отведенного организатора времени не явился на бой, ему засчитывается поражение. Столкновение со стероидами не является основанием для переигровки. Умышленная атака съемочной команды – дисквалификация. Плохие манеры – неуважение к соперам. Нездоровое спортивное поведение также ведет дисквалификации. Технические проблемы с периферией и ПО не являются основанием для переигровки. Ну что, я думаю, мы можем сейчас начинать. И я хочу поприветствовать и поблагодарить также наш стафт, нашу съемочную группу. Пилот у нас сегодня является по совместительству пилотом операторского корабля Лекс. Также приветный Слиперсу. Сегодня стрим идет именно с его машины. Огромное спасибо Слиперсу за техническое оснащение, которому он нас сегодня обеспечивает. Друзья, привет. Слиперс. Всем привет. И да, конечно, Хидан. Как я мог забыть, Хидан – один из наших главных организаторов и мансовиков-затейников. Всем привет, Флит. И звездного времени суток, дорогие граждане. Вячеслав. Таблицу сейчас показать, чтобы как-то продемонстрировать людям, как это выглядит у нас. Таблица на экране. Так. Друзья, и мы снова с вами побеждаем игру, боремся. И я надеюсь, мы сегодня победим. Потому что наша цель – это сделать то, чего другие не могут. Отлично. У нас первый бой сейчас будет проходить между Джазбендом и Винсент В. Я к Джазбенду уже подошел. У нас был небольшой смолток. И я сейчас задам те же самые вопросы Джазбенд. Все, как мы репертировали. Пожалуйста, скажи, ты сейчас в «Вангарде» находишься. Пару слов о своем корабле и о твоей готовности к этому бою. Как я считаю, не подходит для таких мероприятий. Дружище, все отлично. Звезд с неба хватать не надо. Наш турнир называется «Беззвездная ночь». Перефаживай, да. Здесь надо просто показать, на что способен турнир, на что способен твой шип. И какова сила духа твоего, соответственно, да. И как ты можешь бороться в любой ситуации. Не важно, выиграешь ты или нет. То есть, чей корабль взорвется или чей корабль получит наименьшее количество урона. Важно, что ты покажешь, что ты можешь. Сражаться. Пока наша камера ловит в прицел наиболее красивый и интересный ракурс, я уже нахожусь рядом с фрилансером Винца Тэн. Дружище, привет. Ты у нас, если не ошибаюсь, участвуешь в первый раз. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь про свой фрил, про свою готовность к бою. Слово тебе. Абсолютно в первый раз. Фрил у меня, из-за того, что у меня фрил Макс есть, тут решил, пользуясь случаем, взять фрил. Никаких других боевых кораблей, к сожалению, такого класса у меня нет. Взять в аренду было тоже накладно. Попробуем, постараемся. Пое будет сегодня интересное. Противник у тебя тоже интересный. Чего ждать, я не знаю, потому что у него банально корабль без какого-то особенного фита. Он летает на дефолтном шипе. И ты летаешь на фриле, ну, типа не боевом корабле. Но на самом деле я на него тоже очень часто ставлю. И в результате у нас два... Ну, это реально два корабля и очень интересная ситуация. И что будет прямо заранее предположить, довольно сложно. С одной стороны, у Вангарп он действительно боевой более сильный. С другой стороны, у тебя корабль более подготовленный, возможно. Но в любом случае, это будет интересно. Для зрителей, для наших участников, я напоминаю, что это средние корабли. Второй сайз, АМ-щиты. И у нас есть еще одно небольшое ограничение. Бой идет примерно 7 минут, 8 минут. Не более. И после окончания этого времени мы смотрим, у кого целее корпус. И тот, что у нас автоматически становится победителем. Но также хочу напомнить, что у нас на этом турнире разрешены и ЕМП, и ракеты. Так что действуйте. Главное, чтобы вы не уходили полностью в пассивный бой. И главное, чтобы вы сражались до конца, друзья. Я желаю вам удачи. И я думаю, сейчас мы сможем приступать к бою по правилам, по правилам. Я напоминаю всем. Необходимо вам пролететь напротив друг друга на расстоянии в 300-400 метров. Это не очень важно. После этого пойти на разворот. И только после этого начинается сам бой. Я надеюсь, вы поняли, что от вас сейчас потребуется, друзья. И готовы к бою. Винсент, Джазбенд, вы готовы? Готов. В таком случае засекайте таймер. Первые наши два участника готовы к бою. Три, два, один. И мы начинаем. Они готовятся к старту. Старт пошел. Пролет. Джазбенд уже развернулся. Выпрямляется. Винсент на более длинный разворот ушел. Все, Винсент выпрямился. Готов к сновау в бою. Пускает первые ракеты. Попадание ракеты. Пока ограничено лишь одной. Ребята чувствуют массу. Начинают чувствовать массу своего корабля. И потихонечку будут подводить свои маневры, скорее всего, к их массогабаритам. Вплотной бой. Джазбенд неплохо зашел по передней части сейчас Винсента. Винсент ушел на дополнительный разворот. Скорее всего, захочет использовать еще одну ракету. Хотя нет, просто отбивается лазерным оружием. Кстати, у Джазбенда, по сути, сейчас баллистика находится. Поэтому он должен действовать более решительно и более экономно. Массивный бой. Чувствуется мощь этих кораблей на каждом развороте. Обмен выстрелами, пролеты. У Винсента 95% прочность корпуса. У Джазбенда 99%. Простреливает, конечно, баллистика по корпусу. Поэтому стоковый вангард пока себя показывает очень даже неплохо. У Фрилы есть просадки переднего щита, которые визуально видны. И есть попадание баллистики по корпусу. Фактически каждый пролет Винсент на данный момент теряет по 1-2% прочности корпуса. Да и совокупная прочность его хула в слабых местах. Это, конечно, он будет уступать вангарду. Поэтому ему тоже необходимо немножко налегать на противника. Не отпускать его на свободный разворот. И, в принципе, избегать этих разворотов. Поскольку вангард явно разворачивался быстрее. Опять же на развороте потерял задние щиты. Корпус 92%. Щиты уже восстановил Винсент на Фрилансера. Вардан чувствует себя довольно вольготно, безнаказанно. Делает пролеты и стрельбу. Уже поймал ритм, поймал темп. Вот он сделал пролет и практически чуть-чуть раньше, пролетев мимо противника, он уже ушел на разворот. Фрилу требуется больше времени, чтобы этот разворот сделать. Вот опять Фрил ушел на расстоянии примерно в один километр и только там начал разворачиваться. Разворот занял 500 метров. Все это время он получал, косвенно получал урон по своему корпусу. 90% у Винсента корпус на Фрилансера и Вардан. Вардан 99% все еще держится. Да, чтобы продавить Вардан потребуется серьезный урон по корпусу. Продолжительное время этот урон должен проходить от Фрилансера. Чтобы щиты хотя бы просели наполовину и хотя бы что-то прошло. Хотя Винсент мог экипировать по-разному свой шип. Сейчас он выбил именно лазерный репитер. Ими надо, конечно, немного более агрессивно было отыгрывать. Сейчас Винсент сделал довольно резкий разворот. Попытался выпрямиться, но с повелом. Я надеюсь, операторы держат кадр в центре. Противники находятся в центре картинки. Потому что у противников довольно большая дистанция между друг другом. И нужно держать немного большее расстояние, чем между битвами малых кораблей. Малые корабли они могут периодически держаться на расстоянии в 1-1,5 километра максимум. Поэтому здесь наши противники, конечно, выходят на расстояние до 2-х километров. Винсент пытается выпрямиться, но он находится под постоянным огнем от Вангарда, от Джазбенда. По сути, Джазбенда сейчас не пользуется никакими особенно скоростными своими маневрами. Грубо говоря, максимум 500 метров вперед и разворот. 500 метров вперед и разворот повторяет одно и то же. Винсент пытается что-нибудь предпринять иное, набрать большую дистанцию, более удобную для ведения огня. Но набирая дистанцию, тут же получает ракеты и не успевает использовать ловушки. Это уже была вторая ракета. Я понимаю, что вас, возможно, волнует то, что у Джазбенда, у Вангарда могут закончиться, конечно, боезапасы. Но у него есть еще и ракеты. И плюс основная пушка лазерная. В то время фрилансер уже просел до 79%, 78% корпуса. Задний щит у него также просел. Одна из турелей красная. Видимо, это дырка как раз от щита. Получает продолжительный урон. На данный момент фрилансер уже находится на 76%. Возможно, какие-то системы там уже повреждены. А Джазбенд на стоковом Вангарде держится на уровне 99% целостности корпуса. Тем временем у нас минута до окончания боя. Отлично, приняли. Если сейчас все так и закончится, то победа будет, конечно же, с Джазбендом. Винсенту особо сейчас терять нечего. Возможно, ему стоит немножко поднажать и уже рискнуть целостность своего корпуса и щитов. Но додавить Джазбенда, я вижу, что Джазбенд уже без баллистики летает. То есть отстреливается издалека лазерным своим зарядом. Но, по сути, не забывайте, что возможно, возможно. В реалиях Старситизена Фрилл получил бы уже просто несопоставимый урон просто баллистическим оружием по своим компонентам, своему корпусу. 75% целостность корпуса фрилансера. 99% Джазбенда. КОНЕЦ 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 Возможно JustBand Уже знает что Исход боя будет решен Поэтому Держит удобную для Винсента Дистанцию для атаки Хотя думает наверное что Наоборот безопасная дистанция Хотя наоборот Фрилу с такой дистанцию Как раз то удобно стрелять Что у нас по времени Все раунд закончен Раунд закончен Хорошо я понял спасибо Хидан Что оповестил Я должен подвести итоги этого раунда У Винсента целостность корпуса 98 и 36 процентов Прошу прощения У JustBand на вангарде 98 процентов Корпус И у Винсента 75 процентов Корпус Естественно выигрывает JustBand Вангард Но тем не менее Нам есть что сказать Мы бы хотели пообщаться с Винсентом Сейчас если есть такая возможность Ты здесь дружище? Да я здесь Отличный бой показал на фрилансера Показал что фрилансер может Выдержать прямой атакующий бой От боевого шипа среднего Хоть он и находится в стоке Но поверь JustBand Он уже Можешь думать Что это Не просто средний пилот Которого ты встретил в космосе Поэтому если ты будешь находиться на фрилансера Или если любой другой противник Тоже будет находиться на фрилансера То банально Первый залп Мощную атаку Ты выдержать на фрилансера сможешь Блестяще продемонстрировано Я считаю Что все очень круто Но к сожалению Ты проигрываешь Ты проигрываешь И это не так уж важно Я тут один такой момент Наверное выделю Под конец боя уже стало понятно Что с лазерками Возможно надо Надо чуть-чуть по Поэнергичней Рисковать Пытаться его как-то поймать По меньшей скорости Давать себя бить Но с другой стороны Ты смог сохранить Шип в бою с таким кораблем При этом не уходя Полностью пассивным В обороты Я тебе ставлю однозначно лайк Ты молодец А JustBand у нас продолжает бой Спасибо на добром слове Удачи Удачи пожалуйста И оставайся с нами Смотри Мы будем рады Последить Как твой противник Дальше будет продвигаться Давай небольшой технический перерыв И мы продолжим После небольшой паузы Следующие противники готовятся Поехали Друзья Здравствуйте Еще раз мы продолжаем У нас сейчас намечается Второй раунд И смотрите какая интересность У Гринадина и Афилкам В первом раунде Можно сказать Противники не явились Поэтому они автоматически Прошли во второй раунд Мы потом вам покажем Как у нас таблица Разбивается После этого боя буквально Вот и сейчас Сейчас у этих пилотов Бои будут идти Друг с другом Гринадина и Афилок Сейчас находятся Вместе с нами Я надеюсь Нас слышат Афилок Дружище Я вижу что ты на Катласе Привет еще раз Хоть и в предыдущем бою Говорили что Катлас Не готов к подобному Формату бою Средних шипов М щитов Я вижу что ты находишься На Катласе Пару слов о своем корабле О своем выборе И обязательно скажи Что ты собираешься делать Катлас Да Согласен Он абсолютно Без каких-либо апгрейдов Не выдержит Это Противостояние Но Моя задача Сейчас В данный момент Пытаться Выжить из него Как можно больше Жизни То есть Как бы не отдаться В первые две минуты Хорошо Отлично И Это я так понимаю И есть стратегия В любом В любом случае Мы придем К своему противнику Посмотрим Будет ли он тебе давать Эти две минуты Или нет Гренадин Дружище Вижу ты на Сентинел Знаю что это Твой корабль Корабль находится у тебя В фаворе Пару слов пожалуйста О своем выборе И И Две минуты Что ты с ними будешь делать Всем привет Ну прежде всего Хотел бы передать Всем привет Еще раз Всем кто смотрит нас Всем организаторам Хотел бы сказать Большое Огромное спасибо За их труд За то что они нам Дают возможность Получить фан И Развлечь Соответственно Нашу любимую аудиторию О своем корабле Это Сентинель Фарма Скиле Скажем так Да То есть Особо я его не фитил Взял то что было В связи с тем Что опаздывал Поэтому посмотрим Будем надеяться Будем надеяться на силу Своих щитов И на силу ИМП Звучит Очень Очень Хорошо Народ А я вам напоминаю Что у нас нет В турнире Каких-то Невероятных Пилотов Которые Просто Что-то невероятное Покажут Любой может Прийти Любой Может начать В нем Участвовать И показать То что он Может показать Соответственно И даже если Какие-то сильные Пилоты Вам попадутся То вы в любом случае Как минимум Будете участвовать В этом мероприятии Мероприятие Конечно Сложно организуется Сложно его проводить Но С другой стороны С другой стороны Этот опыт Который вы получаете Вы его Как-то Очень Жестко Фиксируете Это совершенно Новый экспириенс Для вас Для нас По Star Citizen Мы видели Множество разных Турниров И если честно Именно в таком формате Вот Без тени Скромности Могу сказать Только мы его Сейчас делаем И только мы его Можем сделать Многие отказываются Потому что говорят Что Да вот игра Че-то не может Да нет Игра все может Главное Чтоб было желание И Грин 1 Со Филком Сейчас покажут Что значит Действительно желание Друзья Я надеюсь Вы к бою готовы Пролет Рядом С друг с другом Длительность боя Максимум 7 минут Ракеты ЕМП Разрешены Я надеюсь Вы покажете Класс Ну что Поехали Противники Пролетают Пролет Так Филок Пока не разворачивается Вангард Уже Сделал разворот Видимо Немного сильнее Разогнались Чем Собирались Изначально Афилок На Средних Стрейфов Уходит В блок Грин 1 Начинает С двух Ракет Вижу Что у него Есть Дисторшн Репитеры Скорее всего Совмещает Их С Основным Ударным Орудиям Либо Сначала Планирует Снять щиты Да Щиты Уже У Катласа Фактически Сняты 89% Прочность Корпуса И еще Две ракеты В догонку От Грин 1 Одна Долетает 82% У Афилка Он держит Бой Посмотрим Получится Прошел Емп Удар Все Катлас Сейчас уже Без Без Щитов С красным Корпусом 78% 56% Корпус 52% И Бой Окончен Это был Довольно Жесткий Бой Для Катласа Точно Немного Не хватило До двух Минут Участников Можем Возвращать К нам Обратно Друзья Гренадин Афилок Даже Находясь Да Даже Находясь В заранее Как У нас Принято Говорить В невыгодном Положении Афилок Все равно Принял Бой Это не Был Бой На Отступление Это не Была Глухая Оборона У Гренадин Осталось 99% Плотности Корпуса И Вангард Показывает Свою Мощь Но Скажем так Пока что Вангарда Не бились Против Вангардов Либо Против Других Боевых Шипов У нас В любом Случа Если Вы Находитесь На Катласе То Знаете Что Вам Очень Чашка Придется В бою Против Вангарда И Надо Конечно Что-то Придумывать И Делать Под Него Специальный Фит Специальный Свой Корабль Как-то К этому Готовить Я Благодарен Филку За То Что Он Поучаствовал Если Есть Дружище Что-то Сказать Напоследок То Обязательно Сейчас Говори Это Было Красиво Это Было Круто Самый Неожиданный Момент Я Конечно Попал В Бабл ЕМП И Да Все Ракетами Не Планировал Пользоваться Хотел Но Как бы Не В Этот Момент Окей Гринадин Ты Победил Тебя Впереди Ждет Нелегкие Сражения Скажи Пожалуйста Как Теб Катлас Как Всегда Катлас Как Катлас Ну Что Все Таки Это Один М Щит Против Двух М Щитов Поэтому Сложно Было Ожидать Чего Большего Ты правильно Сказал Катлас Надо Фитить Сай Образно И Использовать Его Маневренность И Ракетное Вооружение На мой Окей Отлично Смотрите Я сейчас Попрошу Нашу Команду Открыть Турнирную Таблицу Надеюсь Она Обновлена Хидан Дружище Таблица На экране Отлично Да Работаем Над таблицей Сейчас Она Буквально Одну Две Минуты Для Обновления Смотрите У нас Прошел Первый Раунд С первого Раунда У нас Определились Все Победители Это Соответственно Джаз Бэнд И Афилок С Гринадином Вышли Уже Во второй Раунд И во втором Раунде Уже Провели Свой Бой И во втором Раунде У нас Победил Гринадин Поэтому Сейчас Будет Заключительный Бой Семифинала В бою Будет Участвовать Стар Смит Против Джаз Бэнда В первом Бою Стар Смита По турнирной Таблице Банально Не хватило Участников Для того Чтобы У него Был Противник Такое Очень часто Бывает При автоматической Сортировке Турнирных Таблиц Это Абсолютно Нормально Вот И соответственно У нас Состоялся Второй Бой Семифинала Сейчас Будет Основной Бой Который Изначально Должен Был Быть готов Ну что Я думаю Мы сейчас Перейдем На небольшую Паузу Две-три минуты Пускай Наши Участники Выйдут На позиции Друзья Привет Мы Все еще Побеждаем Мы Собрались Здесь И мы Продолжаем Наш Стрим По Старлос Найт Турниру Четвертый Турнир Между прочим У нас Остановилось Все На Бою Между Нашими Участниками Стар Смитом И Джаз Бентом Мы у них Спросили Их Предварительное Слово Оба игрока У нас Находятся На Вангардах Джаз Бентом У нас На Вангард Вардене И Стар Смит На Вангард Сентинелл Стар Смит Для Стар Смит Это первый бой Для Джаз Бента Это будет Уже Второй бой В предыдущем Бою У нас В бою между Афилком на Катласе И Гринадином На Сентинелл Победил Гринадин Сейчас у нас Будет бой между Стар Смитом и Джаз Бентом За выкат Финал И бой за первое место И после этого Бой за третье место Также он дополнительно пройдет Скорее всего Он будет проходить Между Афилком И проигравшим Текущего раунда Съемочная группа Группа готова К тому Чтобы мы Начали Наш бой Да Готовы Отлично Джаз Бент Стар Смит Друзья Вы готовы? Готовы Отлично В таком случае В таком случае Пролет Отлично Все Бой начинается Пролет Джаз Бент Открывает Огонь Из баллистических Орудий В ответ Стар Смит Открывает Огонь Из смешанных Орудий Я вижу Здесь есть И лазерные И Баллистические Заряды Пролет Пока что Ведут довольно Таким Агрессивный Бой Но Далеко Разлетаются Вижу Стар Смит Использовал ЕМП Но не уверен Что он Дотянул До Вардена У Вардена Практически Полные щиты Обмен Ракетами Джаз Бент 99% И Стар Смит Также 99% Будем Называть Варден И Сентинал Стар Смит Еще Использует Ракету Попадание Я думаю У Стар Смита Очень большой Заряд Ракет Будет В этом Бою Джаз Бент Уходит На разворот Пропуская Очень Довольно-таки Значительное Количество Выстрелов По корпусу Стар Смит Снова Повторно Использовал ЕМП Взрыв На Бэк Стрейфе Отстреливает Стар Смит На Бэк Стрейфе Везет Огонь Отступает Немного От Джаз Бента Набирает Дистанцию Для Обмена Ракетами Обменялись Ракетами Обе Обе Стороны 97% Стар Смит 99% Джаз Бент Джаз Бент Пока Сильно Наседает Так Лекс Аккуратней В гиперсном огне Пожалуйста Операторская работа Должна Остаться Цела Оставьте В живых Наших Операторов Пожалуйста Пока Что Ведут В меру В меру Агрессивный Бой На самом деле Без Фанатизма Удерживает Дистанцию Еще одна Ракета От Стар Смита У него Полный Боезапас Скорее всего Джаз Бент Ведет Прицельный Огонь Особо Сильно Не Маневрирует Следует За Стар Смит Активно Стар Смит Свою Очередь Сделал Большую Ставку Я так думаю На ракеты И ЕМП Играет Немного От обороны 96% Корпус Соблюдают Противники Дистанцию Достаточно Для боя Никто Не выходит Не выходит Пока что За рамки 2-3 Км Джаз Бент 98% И Стар Смит 96% Действительно Имеет значение У кого Насколько Высокий Баллистический Заряд будет Оба противника Понимают Что если они Зайдут в Клич То скорее всего Будет серьезная Просадка По корпусу И По крайней мере Сентинел Потеряет возможность Активно Использовать В этом Кличе Свою ЕМП Ну и К этому Джаз Бент Мне кажется Он пытается Сохранять Дистанцию Дистанцию Безопасную От ЕМП Урона То есть Примерно 1 км ЕМП у нас Офигенно На 600 На 1200 Метров На самом деле Джаз Бент В таком случае Надо было Выдержать Еще большую Дистанцию Попадание По Левому Щиту Сентинела По Старсмиту Под Джаз Бенда Еще одна Ракета Две ракеты От Джаз Бенда В сторону Старсмита Он пролетает Мимо них Старсмит Пролетает Мимо них На стрейфе Одна ракета Его сейчас Догоняет Вторая Догоняет Вторая В него Врезается Использует Одну ловушку Вторая Вторую Удается Снять Расстояние Между ними Разорвалось Уже Около Двух Километров Да Только что Они разлетелись Почти на 3 Километра Но снова Сошлись Обраты Две ракеты От Старсмита Снова Попадание Под Джаз Бенду Спускает Он с близкой Дистанции До километра Наверняка Это первый Сайс Ракета От Джаз Бенда И От Старсмита Снова Обменялись Джаз Бенд Корпус 97 Стар Смит Корпус 94 Летают В облаке Нойза Ловушек Снова Один ракетами Выглядит Конечно Эпично Чем у нас Дальше Идет бой Тем Стратегия Обеих Противников Становится Более Похожи Друг на Другу За исключением Того что Старсмит В основном Пользуется Двумя Стрейфами Назад И вбок Далее Вперед И в противоположную Сторону Джаз Бенда В свою очередь Использует В основном Вперед И ориентируясь На Вектор движения Противника Старсмит Сейчас Пушнул Пролетел Мимо него Ушел на долгий Дальний разворот На месте Джаз Бенда Развернулся Открыл Встречный огонь Снова пролет Рядом С другом Оператор Надеюсь Видит бой Уже Да Отлично В любом случае Я комментирую Даже если Что-то не увидели Бой тут Пермаментно Не закончится Бой Колоссов Еще одно Попадание Ракеты Старсмита По Джаз Бенду Джаз Корпус 97 Старсмит Корпус 93 Еще одна Ракета Старсмита Попадание Джаз Бенда Пролет На этом пролете Старсмит Практически Не ведет Огонь И Ловит Урон По корпусу Так Я вижу Кажется Что у Старсмита Закончился Баллистический Заряд В основном Отстреливается Лазерным Оружием В свою очередь Джаз Бенда Стреляет Как минимум Из всех Орудий Джаз Бенда Продолжает Стрелять Из всех Орудий Старсмит Пользуется В основном Своим Лазерным Лазерной Пушкой Скорее всего Пятого Сайза И Эмп Зарядом Минута До окончания Раунда 92% Старсмита Старсмита Очень тяжко Сейчас Скорее всего Ему нужно Выпускать Весь Свой Заряд И Ракет И Емп Все Это Делать Своевременно Потому Что Джаз Бенда Удар Держит Очень Уверенно 96% Корпус Старсмит 92% Админ Ракетами Снова Ловушки Удалось Мне кажется Отойти Старсмит От ловушки Продолжает Бой Джаз Бендом Из Своего Основного Ствола Держа Дистанцию Примерно В один Километр На самом Деле Не совсем Понятно Зачем Он Удерживает Дистанцию Я так Понимаю Противники Остановились Бой Заканчивается Верно Да Все Верно В таком Случае Объявляю Результаты Джаз Результаты Объявляю Повреждения Повреждения Корпуса Через Щиты И Пятерка Лазерная Ну и Соответственно ЕМП Себя показал Не очень Хорошо Да Это были Толстые Большие Щиты ЕМП Очень неплохо Отрабатывают По малым Щитам Но когда у тебя Жирный Противник Да Это Тоже Опыт Операторская Команда Тоже Оценила ЕМП Простите Нет Все Отлично Отличный Опыт Нет Это Очень крутой Эффект На самом деле Моменты Были Очень крутые Особенно Когда Взрывается ЕМП И влетают Ракеты Это Звуковой Эффект Ну короче Ауди Визуальное Сопровождение Было Шикарно К сожалению Это не попало Полностью В эфир Надеюсь Надеюсь Конечно Но как говорится Тут важно Не только то Что мы можем Увидеть Потому что Многое Мы не можем Увидеть Даже сидя За камерой Оператора Либо просто Находясь на стриме Многое Мы просто Не можем Увидеть Поэтому Для этого Есть отдельный Человек Я Который Пытается Разобрать Что же В бою Происходит И то Что он Видит Как прокомментировать Старсмит Дружище Большое тебе Спасибо Считай Что ты еще Не проиграл У тебя еще Битвы будут Впереди Сейчас Продолжаться Поэтому Никуда Не уходи И победитель У нас Джазбенд В этом раунде Мы сейчас Включаем Турнирную таблицу Чтобы продемонстрировать Продемонстрировать Зрителям Как у нас Все изменилось Как у нас Подвиглось Табличные грани Так Окей Смотри Смотрим Друзья У нас Уже Состоялись Оба раунда Семифинала Джазбенд И Гринадин Вышли В финал Их бой Будет у нас Я думаю В течении следующих Пяти минут Парни надеюсь Будут сейчас Уже подготовлены К этому делу И далее Будет бой За третье место Между Старсмитом И Афилком Посмотрим Посмотрим Что Из этого Получится Все готово Для наших Заключительных боев И сразу Скажу Есть одна Интересность Сперва будет Бой за третье место Потом Бой за первое место Быстро я это Сказал Не очень Обратил на это Внимание И сейчас Бой будет Проходить Между Старсмитом И Афилком Бой будет У нас За третье место Старсмит Дружище Да Я на месте Готов К бою Готов Да Ничего Собственно Не менял Корабль Вижу Тот же Корабль Тот же Но немножко Афилком Поменял Больше Баллистика Меньше Лазера Больше Баллистики Меньше Лазера Да У тебя вроде Наоборот Было Окей В любом случае Афилок Пару слов Афилок Дружище Ты здесь Ты с нами Да Ну я Что У меня такая же задача Окей Хорошо Мы тебя поняли В таком случае Не забывайте Про наши основные правила Пролетайте рядом С друг с другом Далее у вас есть 7 или 8 минут Для того чтобы свести Счеты Друг с другом Пользуйтесь ракетами Пользуйтесь ЕМП Покажите класс Поехали И так Противники полетели Друг к другу Пролет Афилок особо сильно Даже не разгонялся Сразу разворот Начался перекрестный огонь Афилок не маневрирует Пытается прямо в лоб Его просадить Теряет свой передний щит Стар Смит пролетел Обошел И Да Это можно сказать Был пуш Но Афилок вышел Из-под обстрела Чуть отлетел Разорвал дистанцию Видит ЕМП Вышел за пределы Действия ЕМП 99% Корпус Стар Смита Афилок у нас Без щитов Уже Красный Два щита Еще сохранились Но уже Пуски корпуса Подлетали 51% Прочность корпуса И принимает в лоб Очень много урона И ракету 39% Прочность корпуса Корабль живет Удивительным образом Держит удар Без щитов Весь корпус Красный И корабль взрывается Корабль взрывается Бой окончен Победителем Вышел Афилок Проигравшим вышел Афилок Победителем вышел Стар Смит Вангард Сентинел Этот бой был Очень динамичный Афилок Круто Круто Очень неплохо Вначале открыл Да он был Даже чуть подольше Да Возможно В таком случае Мы Благодарим наших Текущих участников Поздравляем Стар Смитом С заслуженным Третьим местом Напоминаю Что у нас Сегодня будут Призы Очень интересные За первое За первое Второе Третье место За первое место У нас приз 5 миллионов Альфа Уек И отстаков Дэд Вайснаппер Рефл За второе место 2 миллиона Альфа Уек И приз За третье место 1 миллион Альфа Уек У нас следующий бой В следующем бою У нас будет участвовать Джазбенд Так Джазбенд И Гренадин Джазбенд у нас На Вардане Гренадин у нас На Сентониле Можно сказать Два Титана Сейчас смахнутся Мы видели Их предыдущие бои Будет довольно таки Интересно Гренадин Пару слов Что ж Еще раз Всем спасибо За внимание Надеюсь Будет интересно Посмотрим Сможет ли Сентинель Реабилитироваться Окей Понятно И Джазбенд Пару слов От тебя Что могу сказать Посмотрим Насколько ты Стоковый корабль Ты наш Да Пока что Стоковый корабль Твой показал Довольно таки Неплохие результаты Но теперь Теперь Ты будешь сражаться Против Типа метовой Типа метового Сентинела Но Я думаю Все зависит Только от вас Только от вас Я Предвкушаю Интересный бой Поэтому не подведите Товарищи Ну и конечно Используйте Все что разрешено И не пользуйтесь Всем Что запрещено По нашим Условиям Турнира Вы должны Уложиться В 7-8 минут И большая Просьба Большая просьба Не Слишком далеко За пределом 5-6 километров Не уходить В пассивный бой Друзья Бой за первое место Я думаю Вы готовы Поэтому мы Начинаем 3-2-1-0 Поехали Они пролетели Сразу на разворот Немного Закрутила Джазбенда Выравнился На Гренадина Гренадин Пытается Выцелить Противника Пока что Огонь активно Не ведет Джазбенд Уже начал Вести свой огонь Так Гренадин Выравнивается О Он начал С ракет Сразу Часть из них Тут же Влетела В Джазбенда Но Урона Я тут не увидел Скорее всего Сайз Первой ракеты Идет жесткая Перестрелка Пока что Джазбенда 100% корпус Гренадин Тоже На полных Отстреливают Гренадин Дисторшинами Сам уже А, нет, нет Прочу прощения У Гренадина Особые щиты Не просели Только один боковой Это он сам самостоятельно Направил Наперед Часть щитов В свою очередь У Джазбенда На Вардене Все щиты Распределены Равномерно И они полные Корпус 100% У Джазбенда У Гренадина Корпус 98 Гренадин Пытается Просадить Сейчас Джазбенда И Ну, я не вижу Серьезных Просадок Со стороны Вардена То есть Варден держится Скорее всего Не хватает Буст урона От Гренадина Влетает В него Ракета Красиво Разлетаются Друг от друга Комментатор Ловко Уворачивается От двух шипов Еще Три ракеты Попали И тут Я уже вижу Что у Джазбенда Просел Боковой Щит Задний щит И сверху Еще ЕМП Положил Задний щит У Джазбенда Красный Еще Три ракеты Получил От Гренадина Часть Смог избежать Но Но Пока что Есть вероятность Еще столкновения С третьей Отстрелил Ловушки Подождал Следующую Ракету Одна ракета Попала Под второй Он увернулся После Этой Схватки Джазбенда 97% Корпус Снова Обмен Ракетами Джазбен 97% Гренадин 97% Выровнялись По показаниям Корпуса Снова Обмен Ракетами Гренадин Готовит ЕМП Подлетает На более Близкую Дистанцию Джазбенда Увидел Увидел Угрозу И немножко Замедлился Прямая Перестрелка Пока что Сентинел Держит Весь урон На передних Щитах Хотя И Джазбенда Особо Сильно Не проседает Джазбенда 96% 96% Еще Одна Ракета Попала Гренадин 97% Я сейчас Вижу Что ракеты Которые Пускают Гренадин Они Неплохо Просаживают Щиты Но до Корпуса Они добираются Слабо Скорее всего Там какой-то Заниженный Тепловой Урон Я не знаю Тип ракет Которым Пользуется Сейчас Гренадин Но Сквозь Щиты Урон Проходит Очень Слабо От ракет Вижу Покраснение У Джазбенда На Одном Из задних Закрылок И 92% Корпус Это После одного Из пролетов Гренадина Он смог Немного Отстрелить Немного Просадить Гренадин 97% Более Близкий Агрессивный Бой Джазбенд 92% Гренадин Тут Уже Ближе К Концу Раунда Меняет Свою Тактику Стал Более Агрессивным Наседает От Джазбенд В свою очередь Начал Уступать 91% Продолжают бой Доцеливают Дальняя дистанция боя Около 3 километров Гренадин Сейчас На перегреве Будет повторно разгоняться Лететь на противника Использовал Ловушки Скорее всего Ожидал Ожидал Да Ожидал он Ракета Сразу Ракета Ушел Продолжает Пытаться Выйти Из-под действия Ракет Но тут же Получает Гренадин Вторую Вторая Уже В него Влетает Третья Ракета Третья Ракета В него Влетает Гренадин Корпус 96% Джазбен Корпус 91% Пролет Обмен Бездностями Сразу Три ракеты Пускает Джазбен Получает Очень массивный Урон Не успевает Выпустить Ловушки И я вижу Что Джазбен Скрылся Сейчас В облаке Нойза 85% У него Корпус Хидан Что у нас По времени Мы максимум Добавим Еще минуту Но я считаю Что Сейчас Уже Все Закончится Сейчас Джазбен Отступает Назад И Все Бой Закончен Мне кажется Джазбен Только что Взорвался Это Последние Моменты Были Супер Эпичными Очень Круто Гренадин Выжил Щиты У него Остались Полными Да Полные Щиты У него Сейчас 95% Корпус Было Здорово Ребята Молодцы Да С нами В канале Отлично Гренадин Джазбенд Всем очень понравилось Лайк вам однозначно Было очень круто Выигрывает у нас Гренадин Занимает первое место Поздравляем Это очень круто В средней категории Занять первое место На наших соревнованиях Это очень круто Ты молодец На протяжении всего Нашего турнира Держался Очень-очень хорошо Очень хороший бой Показал Но Несмотря на это Твой противник Был на стоковом В ангарде Занял он Второе место И тоже Бои у него были Очень крутые И тоже Джазбенд Большой у нас Молодец Постоянно участвует В наших турнирах Однозначно Ему лично От меня уже Лайк И конечно Третье место Старсмит Кстати говоря Тоже на Сентинел У нас Летает Ребята Вы были крутые Всем Первое Второе Третье место От меня Поздравления И пару слов Если есть Гринадин Скажи Как тебе Ребята Все красавцы Все отлично И достойно Бились Бой Очень показал Много уязвимости У Сентинеля В том числе Против баллистики Не знаю Что еще сказать Все было круто Отлично И слово Джазбенд Что пошло так Что пошло не так Как тебе конец Бой Бой был отличный Противник Достойный Напускать только что Все таки Ваунд Втоковый Эта боль Дамага Вы не намекете Никакого Но Тем не менее Сражаться можно И нужно Я за то Чтобы людей Было больше Чтобы было с кем Участвовать Пробовать себя В общем Рад что занял Второе место Ну в принципе Все Все спасибо Кто болел Да народ Не забывайте Что вы можете Выбирать себе Кумир За которым Вы можете болеть Вы можете Присоединяться В команды Вы можете Объединяться В команды Бустить своего Игрока Вместе Скидываться на шипы И давать возможность Этим игрокам Участвовать в наших Турнирах И мы обязательно Будем их чаще Проводить Теперь Я очень надеюсь Мы еще один Турнир успеем Провести До следующего Патча И обязательно Проведем турнир На следующем Патче На этом все А если вы хотите Стать частью Одного из самых Активных И крупных Сообществ Стар Ситизен Мы вас ждем У себя Для нас главное Ваше желание И адекватность Также регистрируйтесь По реферальному коду Размещенному Под видео И получайте 5000 Внутриигровой валюты На сегодня все Спасибо Что были с нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо